Доброе утро, джентльмены! Очередное силовое утро со мной на канале Атлетизм с гирьками 2 по 24 кг. Подготовьте, у кого есть, у кого есть только одна гирька, не расстраивайтесь, вы сделаете половину связочки. Именно о связках сегодня речи пойдет. Я уже размялся, подготовился к работе, вы пока слушаете, разминайте все суставчики, делайте вращательные движения, поделайте элементарные вещи с одной гирькой, вращение и так далее, чтобы когда придет суть к делу, вы были уже полностью размяты и готовы к работе. Что такое связка и в чем их преимущество, сейчас поговорим. Многие могут сказать, что работа с гирями это так, чисто ушататься, пойди огород покопай, ушатаешься точно так же и, собственно говоря, вот и все. Вот и все или не все, сложно оценить тому, кто сидит на диване и лопату в руках не держал. Я тренируюсь утром, целый день развлекаюсь на огороде, вот шифера за спиной нет, убрал, перетащил. То есть у меня все время в частном секторе физическая работа так или иначе сопутствует. Поэтому мне есть чем сравнивать, просто ушататься с гирями, поработать или просто покопать. Кто не знает, тот лучше пусть помолчит. Поэтому, ребят, связки имеют с моей точки зрения очень большой смысл, потому что вы делаете несколько разных упражнений на группы мышц всего тела получается. Нагрузка за короткий промежуток времени. И это имеет несомненное преимущество в качестве выражения силовом, то есть такая работа, она более силовая. Второе, немаловажное о том, что многие забывают, это ловкость. Потому что переключиться с одного движения на другое, сохранить так называемый поток достаточно сложно, особенно если вы набросаете упражнения координационных, таких как кувырки, например, гири или какие-то хитроумные перехваты. Кстати, в моей книге «Фитнес-центр у тебя на ладони», полностью посвященной гири, которую вы можете приобрести, перейдя в описание, 200 упражнений с гирей. Изучите их, разберитесь с техникой, и потом вы сможете строить любые рисунки из упражнений. Но чего бы, какие упражнения я бы не совмещал, я сейчас расскажу. Если у вас использоваться в задуманном вами потоке, скажем так, будут упражнения с гирей разного веса, вы порвете систему, у вас не будет комплекса, не будет этой комбинации комбо. Если вы будете использовать сначала одну гирю, потом в комплексе нужно будет использовать вторую гирю, тоже поток как таковой разорвется. Можно, конечно, обыграть, сделать швунг, выкручивание, мельница и так далее, подхватить другую гирьку. Но немножечко темп движения собьется. А темп тут немаловажная штука, потому что работая связкой, например, сегодня будем делать 6 упражнений, мощная такая силовая связочка будет. Мы-то дольше находимся под нагрузкой, мы больше должны потреблять кислорода, из-за этого открываете окошко или выходите на свежий воздух. И вы нарабатываете, во-первых, терпелку, вы приучаетесь очень хорошо терпеть, ощущать тело под нагрузкой и хорошо дышать под нагрузкой. И это такая кардиораспираторная работа хорошая, продышаться силовая в совмещении с силовой, что вы очень хорошо подтопите жировые отложения. Поэтому, как для силовухи, как для жиросжигания, как для просто поддержания тонуса мышц, связки подойдут очень хорошо. Поэтому тут куда ни посмотри одни преимущества. Как связки составлять? Я советую вам делать так, чтобы одно движение как бы перетекало в другое, был своеобразный подхват. Ну, например, одно мы будем делать. Раз. К поясу сразу два. Взятие три. Свиса взятие четыре. Мах. Пять. Рывочек. Шесть. Жим. Семь. Оверхедик. Выпад. Восемь. Переброс в другую руку. Опа, там можно просто, можно через кувырок, чтобы красиво было, поставили. Сделали. Станов. К поясу. Взятие. Отсюда. Взятие сюда. Видите, сколько я уже под нагрузкой нахожусь. И тут дышать надо. Выпад. То есть упражнения вы можете комбинировать как угодно. Пишите в комментариях. Это и вы мне поможете, поднимите активность у этого ролика. И себе же, друг другу вы поможете, набросав разнообразные комбинации, которых, я повторюсь, может быть несметное количество. Делать с одной гиркой или с двумя, тут уж вы смотрите по настроению. Такую схему использовать можете, как я в книге описывал, просто 10 минут работать. Вот встали и за 10 минут нужно максимальное количество связок сделать. Или же, как я сегодня буду работать, правда мой телефон сел, уже не взял, там таймера нет, но поминутно. Вот минутка пришла, связочку сделали. То есть мы сделаем 10 таких связок. Для утра, для того, чтобы подышать, это самое оно. Для того, чтобы пробудиться. Кто заряжен на то, чтобы сделать больше, ребята, делайте, например, первую минуту один раз, вторую минуту один раз, третью минуту один раз. Третья минута, все, например, по два раза, по шестую минуту. Шестой, по девятую, по три раза. И там десятую минуту на максимум. Это тоже может быть очень интересно. То есть вариантов может быть очень много. Можете использовать табату. 20 секунд делать, 10 секунд отдыхать. 20 секунд делать, 10 секунд отдыхать. Но только главное, чтобы вы в эти 20 секунд помещали связочки. Не помещаетесь, не вопрос. 30-30. Или, например, 30 на одну, 30 на другую, минута отдыха. Если вы делаете одноручную подъемную. В общем, историю со связочками, я думаю, вам осветил. В чем их прелесть, в чем их преимущество. Теперь разберем ту связочку мощную, которую я на сегодня задумал. А выглядит она следующим образом. Делаем становую тягу. Отсюда взятие в сет. Потом взятие в стоечку. Русский мах. Рывочек. Жим. Выпад на одну ногу. Встали. Выпад на другую ногу. Встали. В общем, вот так. Сейчас они назад чуть-чуть отойдут. Это у меня неровный грунт. А в этом деле это важно. Десять таких связок. Предлагаю вам. Надеюсь, вы к этому моменту хорошенько размялись. Приступаем. Сейчас бы найти секундомер. Быстренько. Так. Часы. Как будут? Три. Два. Один. Поехали. Оп. В сет. В стоечку. Мах. Рывочек. Жим. Выпад. Выпад. В следующий раз другой ноги начнем. Дабы сжать одинаково. Можете опускать на грудь. Перед тем, как пожать. Вот только неудобно. Телефон тухнет. Почему-то. Двадцать секунд отмешаться. Яркости добавим. Десять секунд. Выключайся. Три. Два. Один. Поехали. Становый. Сет. Свиса. Рывочек. Сейчас будет. Он минутки уходит на связку. Соответственно, я придумал ее четенько. Время работы равно времени отдыха. Сейчас продышимся. Два. Один. Поехали. Становый тяг. Взятие в сет. Свиса все в стоечку. Русский ма. Рывочек. Жим. Хорошо. Поехали. движение уже наработано, накатано. Я-то связочку с утреца сегодня придумал, только проснулся. А когда они уже накатаны, движение уже идет легко. Десять секундочек, два, один, поехали. Раз, два, три, четыре, класс. Очень классно. И не упарываетесь. И в то же время работа получается такая хорошая. Все тело работает, начинает как одно целое. Поэтому используйте связки. Вот уже пятая минутка. Порвал поток, видите, немножечко. Специально это сделал, чтобы показать, что лучше делать вот в темпе. О, вот так вот класс. И две секунды. Отлично. Задышал немножко. Ну, повторю, чтобы делать связочки, возьмите, изучите в книжечке все упражнения, чтобы потом в процессе не нарушать технику, не травмироваться. Это главное время. Класс. Класс. Очень нравится этот вариантик. Все работает. И даже непонятно, что устает больше. Пробуждение комплекс. Сейчас еще чуть-чуть осталось. Потерпите 10 секунд. Опа. Восьмая минута. Восьмая минута. а тут уже приходится потерпеть можно в принципе кто не хочет гонок ставится не значит сделать 20 30 связок и спокойненько работать это будет тоже очень крутая тренировка 3 2 1 9 а а а а а а я просто раз на одну минутку там просчитался до форм но книжечку одному из бойцов выслал 5 4 3 2 1 финальная минутка можно и продолжить но это утро поэтому десятая минутка подбегает концу суть я думаю вы уловили я в это время сделал гимнастику точнее даже все началось с утренней йоги с детками потянулся потом гимнастика общие упражнения с гиркой и комплексе того полчаса и в принципе на сегодня может это быть и все до скорых встреч поддержите комментарии пока-пока пока пока